здравствуйте пока светит солнышко на дворе поют птички решила снять вам свое солнечное окошечко показать какая красота при солнечном свете у меня на окне так как я снимаю обычно своих орхидейки вечером а сейчас появилась возможность снять дроби он прекрасно весь красуется по центру окна а здесь в уголочке моя желтая красавица которая очень сильно пахнет такая пахочка ландыша наличие пойму такой запах приятный с одной стороны у меня пахнет это желтая красавица я его вазочку хрустальную поставила сверху такая поддончик она у меня здесь керамзите растет какая прелестная хидейшка это мультифлорка она не крупная а с этой стороны у меня леодорка и вот так у меня а под центру дендробиум вот так у меня красиво на моем окошке теперь подробно возле этой желтой красавицы внизу у меня и растет башмачок сорт вот такой очень красивый вот он пустил молоденький листочек значит все у него хорошо ему все нравится раз появился молоденький листочек рядышком растет орхидейка сакура я ее сажала в систему пенопластовые коробочки резала на кусочки и посадила в эти пенопласты но что-то мне не сильно нравится я и добавила сверху мох такой из лесу который вот зелененький немного а этот подсох так как скоро будет новый мох но моя сакура набирает бутончик как только расцветет я вам покажу как она будет цвести это с открытой корневой чуть позже вот это орхидеюшка я посадила тоже в керамзит а сверху добавила мох вот ведь и сверху даже шишечки положила такие маленькие хорошенькие две штучки чтобы она думала что она в лесу растет прекрасно не себя чувствуется у них замечательно и хорошо это орхидеечка посадила внизу керамзит и сверху обложила мхом мог живой видите даже зеленым и она себя прекрасно чувствует листики твердые тургор не теряют цветонос пока нигде не пускает будем ждать дальнейшего ее цветение эту орхидеечка с открытой корневой системой немножечко не нравится мне такая система так как нужно вовремя ее поливать у нее пока все нормально цветоносик наращивает все хорошо но посмотрите корешочки корешочки у нее хорошие зелененькие раскуклившиеся но вот эти вот воздушные корешочки они подсыхают аж скручиваются мне это не очень нравится чуть-чуть вовремя не полила и она начинает листочек терять тургор правда потом быстро отходит молодой листик такой прекрасный гладкий дальше дендробиум у меня стоит на окне красавчик всех красавчик у меня были всегда набили а это дендробиум вот так называется санук ну и решила попробовать в один горшок посадила два растения сильно много бульб хорошие растения вот этот второй будет голубого цвета вот начал пускать молодой листочек может быть и цветонос пустит вот эту же не пустит цвета на свете сухой а этот еще может пустить он тот может пустить серединке пускает цветоносик длинненький вот как здесь на такой длинной палочки очень красиво цветет такие цветочки нежные нежные прям весенние приятно дальше эту орхидеечку я посадила также в керамзит и поставила ей для утяжеления такие тяжелые камушки так как посмотрите какой лист огромный вот моя рука лист еще больше чем рука и он переваливается и цветоносы сильно большие вот наращивают бутоны уже набираются и второй цветонос набирает бутон это срезать бы ну что я не берусь за ножницы за секатор так как один раз я срезала было и она резко пожелтела и я сказала все пока не засохнет обрезать не буду это орхидеечка орхидеечка это азиатская посадила ее в мох и она прекрасно себя чувствует видите сколько наращивает корневых корнюшек я думала это цветонос но похоже на корешочек ничего дождемся и цветоноса молодые листочки в пазухе что-то растет молодые листочки растут сегодня замечательно это орхидеечка орхидеечка тоже хорошо растет это в системе кора просто и это орхидеечка в коре коре они нормально растут и вот у меня леодора с этой стороны я поставила леодорушку пахучку свою тоже вазочку поставила посмотрите как красиво смотрится она возвышенная получилась она начала засушивать свою верхнюю часть я пока не срезают это вот с этих зелененьких еще будут цветочки так как у нее револьверное цветение она будет цвести на своих цветоносиках с этой стороны у меня желтая красавица в вазочке хрустальный а с этой стороны леодорушка а здесь я размножаю детки бегонии махровой прошлом году кто видел мои видео как она сильно красиво цвела посмотрите какая она махровая махровая набитая на улице снимала видео вот кому надо посчитайте пока еще есть детки здесь 8 деточек примерно а это бальзаминчики махровые тоже малиновые очень красивые и это растение очень красивое это генура посмотрите какая она прекрасна у нее листики бархатные с поднизу фиолетовые а сверху и зелененькие мне совместное сочетание очень красиво это ампельное растение она больше любит свисать с ампельных горшочков тоже красиво очень получается такие у меня деточки есть здесь стоят мои реанимашечки пока у них все в порядке они стоят никаких движений про них сегодня говорить не будем в следующем видео все у хорошо ну конечно вот это реанимашка в перлите вообще замечательный листочек увеличивается прям на глазах мне очень нравится в следующем видео расскажу как я ухаживаю за это реанимашка которая растет в перлите за этой которая над водой которая корешочек попадает в воду и во мхе а сегодня на этом останавливаться не будем также в перлите я выращиваю растение у меня из таберни монтана она очень тяжело укореняется и в перлите укореняется выпускает молодой листочек я доставать не буду она стояла на солнце и поэтому перлит повеленел с этой стороны беленький который частью стоял к солнцу повеленел так тоже укореняется очень замечательно а вот это само растение таберни монтана она очень медленно растет она цветет постоянно бутоны дает большие распускается в виде розочек если надо кому подробности пишите буду снимать видео и рассказывать об этом растении и сейчас хочу представить вашему вниманию орхидеюшку которая растет в пеностекле есть что-то не подошло видите начал желтеть листочек все было отлично это неделя она находится в пеностекле это черная орхидея black black мамбу ей что-то не подошло сейчас я хочу раскопать это пеностекло и посмотреть из-за чего пожелтел листик либо просто он отмирает либо там что-то происходит бывает такое одним орхидеям подходит пеностекло другим не подходит вот моей сейчас посмотрим чего тут не подошло сейчас вынимаю пеностекло сейчас вынимаю пеностекло хочу посмотреть что тут случилось если что-то не то буду менять вот систему конечно видите не подошло моей орхидееки прогнили все корешочки это прошло ровно неделя она начала показывать свои условия вот не все было в порядке сажала вот эти длинные были зеленые корешочки видите и запах думаю ну что ж такой запах на всю квартиру прям гнилостью воняет или пеностекло вонющее или что вот нюхай его она воняет и воняет не подошло не буду я сажать в пеностекло не нравится мне может кому-то нравится а мне не подошло вот это надо зачистить видите листик где оторвался вот эту часть если зачищу вот это обрежу будем сажать ее другую систему пойду помою горшочек моя орхидея не превратилась чуть-чуть бы и в реанимашку не такие жалко я думала пеностекло все хвалят хвалят надо же попробовать когда-нибудь вот эту черноту придется все срезать ну что делать он будет реанимашка это толстенький корешочек будем наращивать корневую цветонос это нас тоже срежем не надо жалко мне большой длинный пастырь какой тут поцвел какой тут поцвел тут сил нету возродить вырастить корни а поцвел какой тут поцвел ну давайте до первой почки все-таки будут какие-то силы в этой орхидеи а этот цветонос поставлю в водичку я вам покажу как у меня цветоносы стоят в воде как они себя чувствуют здесь еще что можно срезать смотрю это зачистить по все пеностекло мне нравится знать это не мою не мой метод если кому-то удается выращивать орхидейки может быть с добавлением керамзита попробовать это еще дело но это пеностекло уже воняет я его уже не буду никуда применять хватит поигрались думала ой прям волшебное что-то раз и пойдет красота и тут-то было пеностекло это тоже загадка видите каждый может быть азиатская орхидейка бы пошла в нем расти а это орхидейка не хочет ну хорошо я вовремя увидела листочек и запах этот пошел вонь на всю квартиру вечером прям ложится спать я ее поставил у себя в спальне и пока не уберу она воняет это пеностекло думаю ну что ж такое пеностекло оно не должно вонять посмотреть что ж тут должно вонять а ну вот эти корешки набрались гнили посмотрите как они прогнили хорошо и этот запах весь впитался в пеностекло и она выделяет на всю квартиру этот запах это я все выброшу и уберу эту орхидейку я оставлю на ночь пусть она подсохнет а завтра продолжим с ней видео то есть не буду делать в чем я ее обработаю чтобы не пошла гниль дальше ну для этого мне нужно подсушить корневую систему и саму попку так как если я сейчас буду мочить но еще хуже будет продолжим видео завтра про эту орхидейку это черная орхидейка а это я пока все уберу и на стекло выпрошу помою и будем сажать ее в другую систему вот посмотрите даже на корнях появились какие-то точечки на корнях такого не было это явно грибок какой-то пошел распространяться ужасно 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 но ничего ну корнишки тверденькие ну все оставляем ее пусть она подсохнет будем продолжать с другой орхидейкой вот этот корешочек который в точечку мне тоже он очень не нравился его основанием здесь черное я решила его срезать не знаю тут маленький проводник вот зелененький а вокруг черное чтобы не пошла черная не я решила его срезать и выбросить а эти корешочки все оставлю вот я зачистила стволик возьму вот такой горшочек непрозрачный на дно я поставила керамзит и просто оставлю свою орхидейку пусть она до утра подсушить стволу свою корневую шейку и те срезы которые я обрезала лишнее а в следующем видео у меня есть такой препарат максим я буду не фундазолом а максимом обработаю всю черноту идет в такой ампулке хорошо подсыхает живые корешочки нельзя не мазать а черноту обработать можно то есть ли открою ампулку она у меня высохнет выброшу и взяла такую баночку она хоть и большая будет но при открытии этой ампулки это я завтра буду делать следующем видео я всю жидкость помещу в эту баночку и продолжим с вами завтра видео так как сегодня корень очень влажный сегодня делать ничего не буду покажу вам посадочку которую я делала совместную горшочек как она себя чувствует вот мои орхидешки варегатные у них все замечательно все хорошо где растет молоденький он листочек показался значит замечательно этот листочек очень хорошо подрос за это время а средняя мультифлорка полосатенькая фиолетово пока не хочет выдавать не листочки но варегатные орхидейки меня уже радует скоро может быть следующем видео до буду снимать их поливать тоже буду потому что горшочек стал легкий система у меня автополивом я вам покажу как я буду поливать свои цветочки и расскажу как я ухаживаю за орхидейкой которая растет у меня в перлите она замечательно себя чувствует если мне этот коронавирус я бы пошла купила перлита и посадила бы свою черную орхидейку в перлить сто процентов ей было бы замечательно но так как магазины сейчас у нас не работают и выходить из дома нежелательно делать этого не будем спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале до свидания